Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня здесь с Аленой Костюм, а Настя лист из клуба красоты Атентика Клаба, вы можете видеть, у нее футбол. Вот, и сегодня мы покажем, ну, точнее, я буду просто моделью, а Алена покажет, как она сделает на мне две укладки и третью, вот эту вот прическу, которую вы на мне видите, мне очень нравится, поэтому давайте будем смотреть. Работать я сегодня буду на продуктах Kevin Murphy, это австралийский бренд от короля пляжных укладок Австралии, самого Kevin Murphy. Продукты сегодня будут подчеркивающую текстуру для объема, для подчеркивания пляжной укладки, ну, все увидите. В процессе создания сегодняшних образов вы увидите наши профессиональные трюки, как можно создать объем, как можно создать текстуру и подчеркнуть ее. Для начала я выпрямляю волосы, выпрямляю концы, чтобы убрать пушистый эффект, и затем уже буду создавать текстуру при помощи стайлера. Для выпрямления. Чтобы создать нам пляжную текстуру, можно взять плоскую прядь и манипулировать ей, как нам хочется. То есть мы можем создать плоские волны, подставляем прядь под стайлер и фиксируем. Оставляем концы прямыми, чтобы был более современный образ. Если сам себе делаешь, то ты уже меньше заморачиваешься, выбираешь более широкие пряди, более такие толстенькие, пошире. Ну, просто крупнее секции и все. Давай-ка назад сейчас. Для того, чтобы был более натуральный эффект, более настоящие пляжные локна, нам нужно их разбить, стряхнуть немного и нанести продукт для того, чтобы подчеркнуть текстуру прямо на все слои волос. На корни не наносим, только по длине и потом руками разбираем. После того, как мы нанесли, еще можем подчеркнуть текстуру руками, потом все это можно счесать, переворотить в что-то еще. Вот такая неврежная красотка. Мне вообще нравится. Вот, и с прямыми концами, да, текстура. Для того, чтобы трансформировать образ, мы можем счесать продукт, он отлично счесывается. То есть чистые волосы, да, без какого-то переутяжеления, без перегруза, отличные чистые плотные волосы. Далее на прикорневую зону я нанесу продукт для объема, для уплотнения волос. И также он еще и здорово стимулирует кровообращение на коже, так что волосы будут расти здоровыми, классными и плотными. Для того, чтобы нам создать прикорневой объем и чтобы он держался долго и вообще, чтобы он был, нам необходимо, помимо того, что мы наносим продукт, нам необходимо перенаправить рост волос. То есть высушить в другом направлении, в противоположном. И только тогда будет классный прикорневой объем. Если нам это сделать трудно, то мы просто опускаем голову вниз и сушим таким образом волосы. Вот, но также можно и перенаправить при помощи, при помощи либо расчески, либо пальцев. Для плотности мы можем еще добавить продукт по телу волос, то есть на длину. И будет у нас такая капля волос. Грима, грима. Ой, объемище какой. Вот, и что еще хочу добавить. После того, как мы нанесли продукт, лучше, конечно же, его прогреть. Волосы желательно сушить без сопла, потому что сопло нам дает направленный воздух, а без него, соответственно, будет воздух рассеиваться лучше и объем будет больше. Мы уже создали объем. И для того, чтобы объем продержался, и чтобы волосы были более плотные и более текстурированные, мы нанесем пудру. Ее можно нанести как в прикорневую зону, вот такими подсаливающими движениями, так и по всей длине. Это уже зависит от нашего вкуса. Наносим на прикорневую зону, теменную зону. На затылок наносить ни к чему продукт, потому что объем настроится только на теменную зоне. Вот, и по всей длине. После того, как мы нанесли пудру, нам необходимо добавить объема, и мы уже такими массажными движениями распределяем этот продукт. Заводим пальцы в прикорневую зону и текстурируем. Конечно же, любой продукт для объема, он делает волосы более матовыми, то есть слегка уходит натуральный блеск. И для того, чтобы его возобновить и еще больше усилить, можно нанести масло. Кевин Мерфи, там еще задержится шиммер, поэтому перед использованием мы обязательно встряхиваем продукт. И наносим по всей длине, не затрагивая прикорневую зону, то есть избегая пробора. Такой достаточно небрежный образ у нас получается. Мы будем плести органическую косу, заплетем их две, это нижняя коса и верхняя. Для того, чтобы нам сделать красивую косу, и если у нас, например, нет в арсенале резинок или каких-то зажимов, достаточно просто сделать правильную органическую косу, и нам не понадобится никаких резинок. Делим нижнюю затылочную зону на три пряди и начинаем плести косу. Заплетаем косу и не трогаем концы волос, чтобы они перепутались, переплелись между собой. Таким образом у нас будет фиксация. Для того, чтобы нам зафиксировать и завершить косу, нам необходимо продеть хвост в последний завиток нашей косы. Вот таким образом. Затем, чтобы коса была более объемная, мы выпускаем пряди и можем уже зафиксировать при помощи шпилек. Можете выпустить пряди для того, чтобы образ был более натуральным и небрежным. Такой образ очень здорово подойдет на второй день укладки, уже имеющейся. Например, вы проснулись с утра, и у вас есть текстура своя, например, свои вьющиеся волосы, но вы не знаете, что с ними сделать. И вы можете добавить немного продукта, это может быть пудра Кевин Мерфи, да, и вы можете нанести, подчеркнуть свою текстуру и заплести такую косу. Своя текстура будет отлично подчеркивать готовый образ. Нам нужно вот это все причесать. Делаем косу точно так же, то есть мы делим волосы, опять-таки, на три пряди и плетем косу, не поправляя концы волос. Далее мы создаем текстуру, чуть распускаем нашу косу, делаем ее более объемной. Ну вот и все на сегодня, мы с Аленой очень надеемся, что вам понравились сегодняшние укладки и вот такая вот прическа. Большое спасибо за то, что смотрели это видео, встретимся в следующем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok